В эфире Детский радиотеатр. Дорогие ребята, приглашаем вас послушать спектакль, поставленный по пьесе венгерского писателя Эрвина Лазера «Бедные Джонни и Арника». Дедушка, расскажи мне сказку. Какую же рассказать тебе сказку? О бутином короле и о принцессе-уточке. Так ведь по правде-то они не утки. А кто же? Взаправдочный король и взаправдочная принцесса. Только их заколдовала злая ведьма. Почему она их заколдовала? Из-за бедного Джонни. Но почему же все-таки из-за этого бедного Джонни понадобилось заколдовать короля и принцессу? Потому что злая ведьма не хочет, чтобы бедный Джонни женился на Арнике. На Арнике? Это кто? Ну, принцесса кто же еще? Принцесса Арника такая славная, что от ее улыбки волки и медведи сразу становятся ручными. И даже ураган затихает, стоит только Арнике улыбнуться. И, конечно же, все очень любили Арнику. Дочь короля Тру-ля-ля. Какого короля? Короля Тру-ля-ля. Ха-ха-ха. Тру-ля-ля. Так звали отца Арники. Ну, слушай, я расскажу тебе сказку про бедного Джонни и Арнику. За горами, за долами, за долами, за горами раскинулось круглое озеро. А возле круглого озера стоял королевский дворец. И было в том дворце 36 башен и три сотни окон. Во дворце жили-поживали король Тру-ля-ля и его дочка Арника. Король Тру-ля-ля был очень справедливый человек. Он возвышал только тех, кого следовало, и награждал тех, кто этого заслуживал. А еще он был очень добрый король, и сейчас ты сама в этом убедишься. Дело в том, что, рассердясь, он никогда и никому ничего не приказывал. И если, бывало, рассердят его, а такое даже с королями случается довольно часто, он поспешно удалялся в свой тронный зал с такими словами. Слушай, мой придворный люд, чтобы я сейчас не приказал, не обращайте на меня внимания. Ох, и зол же я. Да, сейчас вам лучше не попадаться мне на глаза. Не то я трам-тарарам скручу вас всех и узлом завяжу. Проваливайте-ка поскорее, да считайте до тысячи. А потом поглядите осторожненько, все еще зол я или нет. Считай, 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 считай. Считай, считай, его величество. Слушаю, ваше величество. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 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 десять, девять, десять, девять. Тысяча, ваше величество. Убирайтесь прочь и не смейте показываться мне на глазах. Слушаю, Ваше Величество! В таких случаях главный считальщик считал еще раз до тысячи, и обыкновенно уже при счете 888 король выходил из тронного зала. Две тысячи, Ваше Величество! Как уже две тысячи? Две тысячи. Не сердитесь, что я прогнал вас. Это потому, что я сам был зол. Однажды у бедного главного придворного считальщика даже в горле пересохло. Так долго пришлось ему считать. Но, знаешь ли, понять короля тоже можно. Из-за того, что однажды случилось, кто угодно рассверепел бы не только король Тру-ля-ля. А было так, что в один прекрасный день прискакали во дворец два рыцаря. Приветствуем, Ваше Величество, о величайший из всех королей на свете. Приветствуем также королевну Арнику, прекраснейшую девушку в целом свете. Привет! И вовсе я не прекраснейшая на свете. Ну, ничего, ничего. Найдется однажды человек, для которого ты будешь прекрасней всех на свете. Ну, чего же вы хотите? О, мы просим дочь твою в жены, Ваше Величество. Мы знаем, конечно, что она может стать женой только одного из нас. Да. И поэтому решили здесь, во дворе твоего замка, сразиться не на жизнь, а на смерть. Да. Пусть Арника принадлежит тому, кто останется жив меч на голову. Стойте! Что такое? Вы что это? Выглядите. Не поделитесь тут у меня. Да ты, может, не желаешь отдать за нас свою дочь? Да. Но это не я решаю, кому станет женой моя дочь. А кто же это решает? Кто решает? Да кто? Моя дочь. Моя дочь выйдет за того, кто ей полюбится. А если она бродягу какого-нибудь полюбит. Бедняка какого-нибудь, бездомного, безродного, перекати поле. А тогда за бродягу, за бедняка, за бездоленного, безродного, за перекати поле и замуж выйдет. Это не королевские мысли. Да уж. Не королевские, человеческие. Тюрьму их. Один, два, три. Скажите, скажите, почтеннейший гофмейстер, неужели нас теперь... Неужто нас бросит в темницу? Что вы, с какой стати? Но только вы бегите отсюда поскорее во всю лошадиную прыжку. Да, мы пойдем. 999, мы поскачем. Вперед. Тысячу, ваше величество! Проваливайте все и считайте до пяти тысяч. Тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча три, тысяча три, четыре тысячи девятьсот девяносто девять. Пять тысяч, ваше величество! Стойте, стойте, хватит, 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 хватит. Я что-то, вы знаете, я вроде бы со злости приказал вам заточить их в темницу. Ну, я надеюсь, что... Ну, конечно, конечно, ваше величество, мы их пальцем не тронули. Пусть себе скачут, куда глаза глядят. Ну, и хорошо. Я, Кивич, спесивые болваны. Выдам я за таких свою дочку. Как же! Спасибо, батюшка! А правда, Арника бедного Джонни полюбит. Я тоже так думаю. Ну, когда же придет наконец бедный Джонни? А он уже идет. Вот он уже, в ближнем лесу. Идет, и идет себе бедный Джонни в самой гуще большого круглого леса. Идет, и насвистывает, то грустно, то весело, смотря какое у него настроение. Я самый бедный человек на свете. Нет у меня ничего, кроме одежки на мне, до посоха моего, до складного ножичка. Да, но однако же при этом я самый богатый человек на свете. Вон сколько у меня всего. Лес, голубое небо, птицы, буйная травушка вдоль дороги. Весь простор этот мой, весь этот мир бескрайний мой. И в конце концов, я самый свободный человек на свете. Бреду, куда вздумается, кувыркаюсь, где захочется. И никто мне не указ, я самый свободный человек на свете. Вот так и шел бедный Джонни, даже не подозревая о том, что он уже забрел в нашу сказку. И не только в сказку, но к тому же еще и на территорию столикой ведьмы, злей и коварней которой не сыскать нигде, даже за семью морями и семью долами. А почему ее зовут столикая ведьма? Потому что она могла являться в ста разных обличьях. Ой-ой-ой. Собакой могла обернуться. Да-да. Или летучей мышью. Даже шмелем стоило ей только пожелать. А что она сейчас делает столикая ведьма? А сейчас столикая ведьма сидит на пороге своего дома, вся скорченная и ужасно унылая. Почему? Одна мысль не выходит у нее из головы. Подходит к концу семилетия. Еще немного осталось. Ей, видишь ли, полагается раз в семь лет заманить какого-нибудь человека на службу. слугой своим сделать. И не силою, а хитростью. Так, чтобы человек сам согласился ее слугой стать. А если же это не удастся, покинет ведьму ее колдовская сила. И вот, поди ж ты, никак не может она никого к себе заманить. ой, ой, что же со мной будет? Ой, ой, всего один год остался и покинет меня моя колдовская сила. Ну, что же это черт не затащит сюда кого-нибудь мне на радость? Ого! Будь я сама не знаю кто, ежели не идет сюда проста какой-то по лесной дороге. Уж этот человек будет мой Итак, фу ты ну ты, кошкин хвост Пусть я стану разнесчастной больной старухой С костылем да с палкой Ох, сынок, красавчик ты мой Как хорошо, что забрел ты сюда Помоги, сделай милость бедной больной старушке Ну чем же я могу помочь, бабушка? Да я совсем разболелась, сынок Видишь, еле на ногах держусь А потому прошу тебя, пойди ко мне в услужение Как? Ну, бабушка, помочь я вам помогу С дорогой душой, все сделаю, что пожелаете А только в услужение не пойду Потому что я, чтоб вы знали Самый-самый свободный человек в этом мире А значит, ни у кого в услужении быть не могу Ой, и надо же было забрести сюда Самому-самому свободному человеку в мире Ну да кто бы ты ни был А слугой моим станешь все равно Что вы там бормочете, бабушка? Речь-то идет, говорю, о совсем малом времени О трех днях всего Три махоньких, коротеньких денечка Да они так пролетят эти три денька Что ты и не заметишь Нет, нет, нет И на полминуты никому не пойду в услужение А ведь я хорошо заплатила бы Ну, как же это вы заплатили бы? Да ты сам погляди Ступай-ка вот сюда, к чулану Видишь, сколько здесь сокровищ всяких Видишь, как сверкают Ну, бабушка, да Ну, а к чему мне твои побрякушки-то? Что же я с ними делать-то стану? Ой, ох и дурень же ты Лошадь купишь себе Телегу Вот и погрузишь свое добро Да и сам путешествовать сможешь в карете И не придется больше на своих двоих версты мерить Ну, во-первых, бабушка, я люблю ходить пешком Во-вторых, хорошо, будь у меня телега и лошадь Да я покой потерял Лошадь кормить, поить надо А телеге тоже заботиться надо Там новое колесо, там еще что-нибудь Ну, ну, не, не Только этих думок мне не хватало А в-третьих, существуют ведь на свете грабители Значит, сиди я Да оберегай от них свои сокровища Телегу да лошадь Эдак я свистеть разучусь Жуй, бабушка, сама свои сокровища Ой, ой, недотепа Да у тебя, почитай, и дел-то никаких не было бы за эти три дня Всего и трудов, что каждый день снять с яблони по одному яблоку Всего-то? Это яблони, что ли? Господи, карлик, где это-то? Да я за даром сору тебе все три яблока сразу Ой, не трожь Коснуться не смей Ого Какая ты вдруг стала шустрая Ах ты бедная да хворая Только в чем же она на самом деле хворь-то твоя, а? Старенькая Кажется, самое время ноги уносить Ну и дела А я ведь, пожалуй, с ведьмой тут встречался Да провались он в тартарары И этот самый-самый свободный человек на свете Да только не дам я ему убежать, за здорово живешь Фу ты ну ты, кошкин хвост Пусть я стану теперь бурей-ураганом В огонь! Ну и погодка Я как разбушевался, а? Нервон час подхватит тут и унесет к ведрище Ух, я тут дую-бушую Он тем временем, глядишь, и улезнет из моих пределов А ведь там дальше власть моя кончается Фу ты ну ты, кошкин хвост Желаю стать серым волчищем И чтоб шерсть на боках клочьями Ага Ого! За мной волки гонятся Не поспеваю Ну так споткнись теперь, отпень Да нога пусть сломается Нога моя Ногу сломал Ну теперь уж попался Ху ты ну ты, кошкин хвост Пусть я опять стану бедной больной старушкой А теперь подойду к нему и скажу, что могу его вылечить Подсоблю, в свой дом заведу его милость И уж оттуда не выпущу Или пусть меня больше не называют столикой-ведьмой Ой, ой Ах ты, дьявольское наваждение Этой-то что понадобилось Ох ты, бедненький Да ведь ты, кажется, ногу сломал То-то и оно, что сломал Да ты откуда взялась? Ты Ты Кто ты? Ну-ка вставай Обопрись на меня и вставай Да я ведь такой тяжелый Не удержать тебя Ну что ты? Я удержу Пойдем же Ах, вот досада Они уже не на моей территории Очень болит нога И нога болит порядочно Но Ну, особенно в спину Что-то колет Да сильно Так как Еще бы ему не кололо Ведь бедного Насквозь прокалывал Острый как нож Взгляд Столикой-ведьмой Вот что это было Ну, погодите вы у меня Вот ты, ну ты Кошкин хвост Вы еще попадетесь мне На моей улице А девушка, которая бедному Джонни помогла Это ветерника была? Ну, конечно Она как раз в ту пору Грибы в лесу собирала И вдруг Видит Кто-то бежит Потом вдруг Хоп Падает А встать не может Вот она и бросилась к нему Со всех ног Чтобы помочь скорее И они уже полюбили друг друга? По-моему, да Потому что, видишь ли У обоих Очень уж сладко Заныло сердце Привела Арника Бедного Джонни в замок Наложила на ногу ему шины Потому что она была Очень толковая принцесса Бедного Джонни накормили И была Арника веселой Как никогда Гофмейстер Главный считальщик И старенькая старушка Которые помогали Арнике Ухаживать за Джонни Сразу заметили это Заметили И, конечно, догадались В чем тут дело Поглядите-ка Что стало с Арникой С тех пор, как здесь Этот юноша Со сломанной ногой Не ходит Летает В самом деле Никогда я не видел Ее такой веселой Дорогой мой батюшка-король Я не знаю, что со мной Но мне так весело С тех пор Как бедный Джонни Здесь появился Так это ж не беда, доченька Радуйся, коль радостный тебе Ой, горе мне Что такое? Что такое, бедненький? Так сильно нога болит Да что там нога? Я о ней и думать не думаю Это сердце мое Мне покоя не дает Оттого я не могу Ни стонать, ни жаловаться Одного ему хочется Сердцу моему непутевому Чтобы Арника Неотлучно сидела рядом со мной И ты Из-за этого ноешь Да стонешь Юноша неразумный Вместо того, чтобы радоваться Да с чего же мне радоваться? Всем ведь известно, что я Самый-самый свободный человек на свете Да Я вольная птица Сегодня здесь, завтра там Понятно? Я знать никого не желаю Никто мне не нужен Эх, сынок Сердце-то не прикажешь То-то и оно Сердце мое Совсем со мной не считается Вот и получилось Что без Арники Свет мне не мил В лесу станет тягостно В путешествии грустно Да мне теперь без Арники Простор небесный Будто колпак стеклянный Слепой и холодный Ой, конец моей свободе Ой, конец моей свободе Это он потому Про конец свободы говорит Что полюбил Арнику? Да Так и бедному Джонни казалось Ну почему же из-за этого Свободе его конец? А потому что теперь ему нельзя без конца Бродить по белу свету Надо думать об Арнике Ведь он теперь должен о ней заботиться Ну что ж такого? Когда бедному Джонни захочется Побродить по белу свету Арника, конечно, его отпустит Я тоже думаю, что отпустит Но представь, вдруг к бедному Джонни Придет охота побродяжить А тут Арника взяла да и заболела Ему же непременно надо будет остаться дома Чтобы ухаживать за Арникой Лечить ее, любить Но если Арника заболеет Тогда и Джонни захочется не бродить А остаться дома Чтобы ухаживать за Арникой Лечить ее и любить Разве не так? Ты, пожалуй, права Ну, видишь Значит, бедный Джонни И теперь самый-самый Свободный человек в мире Что ж, давай подождем немного Может, он и сам догадается Что это именно так Арника Арника, смотри Нога моя вылечилась Я даже танцевать могу Спасибо тебе, что вылечила Я очень счастлива, Джонни Что помогла тебе Арника Я хочу тебе сказать Арника Я Я тебя люблю И я тебя Джонни Тогда Пойдем сейчас к твоему батюшке Королю И скажем Что мы любим друг друга Ваше Величество Я знаю, чего вы хотите Вы хотите пожениться И я вас благословляю Но есть у меня Одна просьба Я верю, что вы Друг друг любите Но поверю Еще пуще Если любовь ваша Выдержит испытание Временем Вот ступай-ка ты, Джонни Поброди по свету А через полгода Если все еще будешь Любить Арнику Возвращайся Ты же Арника Жди его И если он Через полгода К тебе возвратится А ты все так же Будешь любить его Вот тогда Мы Такую свадьбу Закатим Такое веселье Всему свету Надею А? Ну Согласны вы? Ну что ж Ну если по-другому нельзя Я буду ждать тебя, Джонни Хоть сто лет Если понадобится И стал бедный Джонни Бродить по свету А Арника Стала ждать Поджидать его Да только на этот раз Совсем не по вкусу было Бедному Джонни По свету бродить Только одно было на уме Арника 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 И для Арники Тоже очень-очень медленно Тянулись дни Батюшка Батюшка, пойдем Джонни встретим Да ты что Да ведь не прошло еще Шести месяцев А вдруг он спутался А счет успелся И пораньше придет Да что ты говоришь, дочка Ну с чего бы ему спутать Ой, батюшка Я нынче такая счастливая Погляди Самое красивое платье надела Не в мочь мне на одном месте Сидеть и ждать Давай уж пойдем Джонни встретим Ну что ты будешь делать Ах, ну будь по-твоему Пойдем Вот теперь Он, наверное, уже где-то близко Правда? Да правда Долго ли, скоро ли А увидим его Не бойся Только нам надо Поосторожней Идти Как бы Не вступить Во владение Столикой Ведьмы Идите 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 Себе Осторожней Ведь вы уже Переступили Мою границу Сейчас Сейчас мы увидим Бедного Джонни Ах, вот оно что Вы бедного Джонни Поджидаете Ну так Не видать Вам его Как своих ушей Бедный Джонни Будет Мой Ой, ой Вот беда Вот беда Мы во владениях Столикой Ведьмы Бежим Бежим Бедный Джонни Мой Фу ты Ну ты Кошкин Хвост В сей же миг Превратитесь В уток Ой Что Это С нами Ах 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 Заколдовала нас Столикой Ведьмы Мы Превратились Вот так Что же Теперь С нами Будет Ах 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 Пойдем Пойдем Домой Поскорее Ах Но ведь Нам Теперь Никто Не поверит Ах Ах Никто Не поверит Что ты Король Труля-ля Ах Ах А я Твоя Дочь Даже В замок Не впустят Ах 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 Замок Погляди-ка туда Исчез Наш Замок А на его Месте Стоит Ветхий Сарай Птичник Ах 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 Ну куда же Подевался Гофмейстер И главный Считаччик И слуги И солдаты Ах А ты Взгляни На озеро Ах Ах Видишь Плавает Утина Утина Стая Ах Ах Все Понятно Их Она Тоже Заколдовала Вот Так дела Вот Так дела Я Стал Утиным Королем А ты Утицей Королевной Ах Ах Ничего Вот Увидишь Джонни Спасет Нас Избавит От чар Ах Ах Наконец-то Минуло Шесть Месяцев И ты Теперь Моя Арника Еще Немного И я тебя Увижу Ах Да чего Аж пить Хочется А Ну Должен быть Здесь где-нибудь Родничок Или какой-нибудь Домик У кого Воды Просить Ну вот Ха Только Сказал А он Тут уж Как тут Домик Какой Ладненький Да складный А вон И источник Бьет По дворе Ну-ка Спрошу Водиться И спить Эй Есть Дома Кто Что Прикажешь Путник Молодой Ну Что за Приказы Просто Мне Попить Хочется Очень И я Вот Заходи В дом Голубок Присядь С дороги Найдется У меня И сироп Ледяной И лимонад А коли Родниковая Водится Тебе Больше По вкусу Что ж Водой Угощу Спасибо Хорошо Что ты Ко мне Завернул А почему Я давно Тебя Знаю Ты Бедный Джонни А откуда Ты меня Знаешь Видела Тебя Когда ты У короля Труля-ля Гостевал Вот Тогда Ты Я Я Ведь Ты Не Рассердишься На мои Слова Да Что такое А то Что я С первого Взгляда В тебя Влюбилась Очень Жаль Мне Красавица Да Только Ведь я Я Жених Арники Королевской Дочери К ней Поспешаю Как раз Ой Бедный Джонни Пока ты Был вдалеке Забыла Тебя Твоя Арника Что Совсем Прямо С головы Выкинула Неправда А вот И правда Да Она Уж И замуж Выскочила За королевича Одного Тебя Ж Забыла Напрочь Вроде Тебя И на свете Не было Я Не верю Если Не веришь Убедись Собственными Глазами Да Они И замок Свой Разобрали По камешку Прочь Уехали От круглого Озера Чтобы Ты Не Сыскал Их Вовек Милый Джонни Забудь Арнику Останься Со мной Увидишь Ты будешь Счастлив Ты Очень Красивая Девушка И очень Люблю тебя Я Ну же Возьми Мою руку Я Вот так Увидишь Мы будем Счастливы И ты Ты никогда Не покинешь Меня Никогда Обними Меня Джон Нет Неправда Арника Не забыла Меня Ну Погоди Же Проклятый Фу Ты Ну Ты Кошкин Хвост Ну Вот Опять Я попался В когти Все той же Ведьмы И на секундочку Даже поверил Ей Что Арника Меня Позабыла Ну Ничего Даже Если Мне пришлось Всю землю Обойти Ноги До колен Стоптать Я Все равно Разыщу Мою Арнику Что это Мы Расколдованы Мы Снова Стали Людьми У меня Снова Руки Руки И лицо И ноги Мы Снова Стали Людьми Вы Расколдованы Что же Это было С нами Вы Расколдованы Какое Счастье Я ведь Говорила Что Бедный Джонни Спасет Нас Ну Где Жон Бедный Джонни Джонни Где Ты Милая Арника Напрасно Ты его Ищешь В этот Самый Миг Когда Мы Стряхнули Себя Колдовские Чары Бедный Джонни Превратился В утку Смотри Вон Он Вон Он Твой Джонни И Правда Глядите Глядите Ну И Дела Ах Как Видно Как Видно Только Такой Ценой Он И Мог Освободить Нас Став Вместо Нас Уткой Такой Ценой Быть Человеком Я Не Хочу Уж Лучше Пусть Я Станусь Уткой Лишь Бедный Джонни Снова Стал Человеком Ну Нет Ведь Я Я Сам Виной Всему Пусть Я Буду Уткой А Арника Человеком Титти Только Вымолвил И Сразу Сделалось По Слову Его Что Ж Это Такое Что Ж Это За Адское Волшебство Да Да Постойте Похоже Похоже На то Что Мы Совершили Какую То Ошибку Это Я Совершил Ошибку Моя Любовь Самую Чуточку Заколебалась Я Заслужил Свою Судьбу Так Пусть же Я Останусь Навеки Уткой Ни За Что Уж Лучше Пусть Я Буду Уткой Навеки Ну Что Это Вы Право Можно Ли Так Впадать В Отчаяние Пусть Один День Ты Будешь Уткой А Бедный Джонни Человеком А другой День Наоборот Так и проживете Покуда земля Стоит Но Когда Джонни Утка Я Тоже Хочу Быть Уткой А А Я Хочу Быть Так 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 И спорили Они Если Не Старенькая Старушка О Это Была Мудрая Старушка Она Долго Прожила На Свете И Многое Знала Вот Что Я Тебе Присоветую Арника Вступайте Вы к доброй фее Только Она Одна И может Помочь Вашему Горю А где Она Живет Ну уж Этого Я Не Веду Ничего Ничего Найдем Отыщем Даже Если На другом Конце Земли Живет И то Разыщем Хорошо Еще Что Идти Мы Сможем Днем И Ночью Это Как А спать Надо Когда О На сон Времени Хватит С утра До вечера Я буду Человеком А ты Уткой Так Я Подхвачу Тебя Под мышку И понесу И ты Можешь Спать Сколько Вздумается А вечером Мы Переменимся Тогда Ты Возьмешь Меня Под мышку И будешь Нести До утра Я Тем Временем Вот увидишь Мы Быстренько Найдем Фею Какая Ты Умница У меня Арника Джонни И Арника Немедленно Отправились В путь Они Шли И шли Нигде Не останавливаясь И не встречая Никого На своем Пути Иногда Путешественники Подолгу Разговаривали Хотя Один Из них Был Уткой А другой Человеком Столикой Ведьме Так и не удалось Лишить Влюбленных Радости Понимать Друг друга С полуслова Скажи Арник Сколько дней Мы бредем И бредем И не встречаем Нигде Ни души И правда Джонни Минул Уже Семь раз По семь Дней И семь Раз По семь Ночей Ну погляди Вон на лугу Отор овец Значит Там должен быть пастух Может он покажет В какую сторону нам идти Скажи Милый дядюшка пастух Не сбились ли мы с дороги Мы добрую фею разыскиваем Не доводилось мне слышать Деточка О доброй фее Но одно я тебе Все же посоветую По этой дороге Вперед не иди Коль жизнь тебе мила Поворачивай поскорее Восвояси Потому как в этих краях Бушует Знаменитый страшный Разбойник По имени Крушигуляй Отнимет он у тебя Твою утку Да и тебя Саму умыкнет Так что Послушайся меня И возвращайся назад Не могу я Назад вернуться Милый дяденька И тогда бы не вернулась Когда бы здесь Сотни Крушигуляев Бесновалось Видать важная у тебя Причина Эту фею найти Еще какая важная Заколдовала нас Злая ведьма Кого же это вас Ну тебя А еще ты кого Еще бедного Джонни Которого я очень люблю А где же он Этот бедный Джонни Здесь у меня Под мышкой Вот это утка Ну да А колдовские чары Над нами в том состоят Что если я человек То он тогда утка А если он человек То утка я Вместе же быть одного рода Мы с ним не можем Ах ты злыдня какая А ведьма поганая Теперь это понятно мне Почему вы ничего не боитесь Ну Удачи вам От души желаю Чтобы вы свою фею нашли Только остерегайтесь Крушигуляя Спасибо за добрый совет Храбрые вы А только бы не воплотиться вам Горем бедой Тебе не страшно, Арник? Немножко страшно Деньги или жизнь Ой, беда, беда Смилуйся Крушигуляль Страшный знаменитый разбойник Нет у меня и ломаного гроша Зато утка есть Утка или жизнь? Тогда уж лучше Бери жизнь мою Ха, так ты смеешь Пререкаться со мной Да ведь ты для меня что Головка дуванчика Дунул И нет тебя А ну давай сюда Свою утку Арника Поменяемся скорее Пусть буду утка Я отжжонный человек Это что еще такое? Ты тут откуда взялся? И куда? Куда подевалась девчонка? Куда? А ты, видно, молодец Против овец Вот сейчас Такую получишь у меня оплюху Что тебе небо С овчинку покажется Ой, ой З овчинку Ну вот, я же предупреждал Ну Ну поплачешься ты у меня за это Крикну сейчас свою банду Уж мы тебя так отделаем Что и свет будет не мил Арника Надо бежать Ведь он и вправду Соберет сейчас своих разбойников Пока мы не покинем эти места Где Крушегуляя хозяйничает Я буду человеком А ты уткой Все-таки я, может, лучше сумею с ними справиться Ой, Джонни Джонни, это они Вот он Перережь Ну сейчас 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 ты у меня Сейчас ты у меня получишь Ставь ему ножку Голову цель Голову Чтобы не мешало А ну, заходи Заходи, заходи Ну Попался за знака Вот я тебе покажу Обчинку А ну-ка Бросьте его в эту клетку Железную Вместе с уткой Вместе с уткой Вот так Понял? А теперь поворочите-ка здесь до утра Мы же тем временем Придумаем на тебя Хорошенькое наказание Вот Вот и утром полакомимся Жареной уточкой Да Это была Славная победа Пошли спать Жонни Ты спишь? Разве я могу сейчас спать? Ведь нам конец Разбойники нас прикончат А-а Ну что ты? Мы убежим А-а Из такой-то крепкой железной клетки? Нет уж Отсюда не убежишь Ты только посмотри Жонни Ведь я как раз пролезу Между прутьями А-а А-а Ой, ой, как хорошо Арника Арника, беги Беги, дорогая, беги Главное, чтобы ты спаслась Ну-ну Ты тоже спасешься Скажи поскорее Волшебное заклинание А-а Да как же мне не пришло в голову Пусть я стану уткой А Арника Человеком Вот видишь Теперь и ты пролезешь Между прутьями Ну же, скорей Какая ты умница Арника А-а Но ведь Арника и Джонни убегут От разбойников Правда? Правда И тут Издалека Зазвучала Волшебная музыка И вдруг Они увидели, что стоят Перед доброй феей Ну Говорите Чего вы хотите Мы Мы хотели бы Мы пришли сюда затем Мы хотим быть с Арникой Одинаковыми Утками так утками Людьми так людьми Как ты пожелаешь Чего мы заслужили Помоги нам Я помогу вам Развейтесь Чары Столикой Ведьмы Развейтесь Навсегда Уху Пропадает Моя колдовская сила Конец Моему Могуществу Конец И тут вдруг Бедный Джонни С удивлением Заметил Что держит Кого-то За руку То была рука Арники Они оба Стали Людьми Они обнялись И так радовались Как радуются Только те люди Которые Очень-очень Любят Друг друга Улыбка Улыбка Доброй Феи Проникла Им В самое Сердце И они Знали Теперь Что отныне Не страшна Им Никакая Никакая Беда Вы слушали Радиоспектакль Поставленный По пьесе Венгерского писателя Эрвина Лазера Бедный Джонни И Арника Литературный перевод Елены Малыхиной Режиссер Надежда Киселева Музыкальное оформление Ольги Троцевской Редактор Майя Крючкова Оператор Татьяна Стального Роли исполняли Сказочник Народный артист РСФСР Николай Литвинов Девочка Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова Бедный Джонни Александр Абдулов Арника Людмила Разоренова Король Труля-ля Народный артист РСФСР Семен Самодур Столикая ведьма Заслуженная артистка РСФСР Ирина Понярская Гофмейстер Григорий Толчинской Старуха Заслуженная артистка РСФСР Антонина Дмитриева Первый рыцарь Заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев Второй рыцарь Юрий Лябихов Пастух Народный артист РСФСР Лев Дуров Круши-гуляй Александр Бурмистров Его помощник Леонид Каневский Добрая фея Артистка Наталья Литвинова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин